а что ты умеешь сегодня мы находимся в университете аллато где мы будем с вами знакомиться и снимать стартап-продукт который был придуман в стенах университета познакомимся с его основателями идейными вдохновителями разработчиками ну и узнаем какие технологичные продукты уже делаются в университетах кыргызстана на сегодня в гостях один из идейных вдохновителей можно сказать сооснователь этого продукта можете пожалуйста немножко рассказать о себе о продукте как вообще пришла идея создать а стартап-продукт в стенах университета здравствуйте меня зовут радмир гумеров я являюсь координатором центра инновационных разработок и исследования международной университете аллато вот идея именно создание такого продукта как хива это аббревиатура которая шифруется как голографический интеллектуальный голосовой помощник вот нам пришла как бы случайно мы как преподаватели и сотрудник университета видим как часто студенты приходят постоянно спрашивают одни и те же вопросы большинство из них всегда повторяется 80 процентов они ничего нового не спрашивает вот где находится некоторые там проучились допустим несколько лет и даже не знают где находится тот именной кабинет там преподавателя либо декана бывает такое вот и мы подумали почему бы в этот процесс постоянно автоматизировать чтобы не нужно постоянно беспокоить преподаватель или отдел маркетинга спрашивать одни и те же вопросы мы решили нужно просто автоматизировать создать такую систему которая будет на эти вопросы отвечать наш голосовой помощник но мы хотели не только чтобы как голосовый помощник но еще было очень интерактивным поэтому давай добавили 3d персонаж 3d анимационного персонажа и выбрали в качестве этого барсика почему барсик но вообще как бы символ нашего университета такой вот персонаж барсик и вот решили что как бы соединить две системы это голографию с голосовыми помощниками и в итоге получился такой интересный продукт в комбинации с голосовыми помощниками и голографии круто круто и как он сейчас применяется сколько пользователей университетов как он вообще использует используется ли вообще да он используется в основном студенты подходят но поначалу когда мы только установили запустили очень было интересно так как это было голографический персонаж то есть большинство из них даже не представляет что такое голографии то есть никогда не видели и она интерактивно очень интересно и они пытались сначала просто пообщаться то есть как дела вот такие обычные обычный разговор а потом уже переходим непосредственно то почему что им интересно в университете вот но мы заметили что это очень сильно привлекает еще и маленькие дети у нас бывают различные мероприятия в нашем университете различные конкурсы и дети тоже приходят иногда с родителями просто приходит и они прям сразу же как увидят подбегает и начинает с ним пытаться общаться то есть пытаются даже до него дотронуться там так как есть такие стекла и и они пытаются до него дотронуться но там когда как стекла есть ограничение иногда после того как мероприятие закончат там вот такие вот следы от рук остается вот круто круто хива holographic intellectual voice assistant время самый ценный ресурс в жизни человека секунды минуты часы бегут с неумолимой быстротой ну а как мы знаем одним из главных правил эффективности и успешности университетов является получение простой и доступной информации в кратчайшие сроки поэтому мы предлагаем вам совершенно уникальное инновационное решение этой проблемы голографический интеллектуальный голосовой помощник который помогает быстро получать необходимую информацию и консультировать пользователей без вовлечения человеческих ресурсов в данный процесс камера устанавливает визуальный контакт с пользователем микрофон служит для распознавания и преобразования речи в текст а для того чтобы процесс взаимодействия пользователя системой голосового помощника было увлекательнее и интереснее был создан голографический 3d персонаж барсик используя разработку хива консалт барсик может консультировать людей по общим и частным вопросам касающихся университета у вас есть курсы английского языка да у нас есть такие курсы разработана особая технология хива промпт для приема предложений по улучшению качества работы университета я хочу подать предложение слушаю вас мое предложение чтобы столовой было больше разнообразной еды ваше предложение принято эти обращения автоматически обрабатываются и поступают компетентным лицам ответственным за принятие решения на мобильное приложение в виде сообщений голосовой помощник использует систему офис навигейшн которая предоставляет информацию о местонахождении офисов преподавателей и других сотрудников университета где находится офис центра маркетинга офис центра маркетинга находится в а блоке на первом этаже кабинет 107 также для того чтобы студенты и преподаватели были в курсе всех мероприятий происходящих в университете алато работает специальная announcement system какие есть мероприятия в университете конкурс шоу талантов будет 27 сентября в 2 часа в конье холл технология барсик диалог систем позволяет ему общаться с людьми рассказывать анекдоты стихи проигрывать музыку и даже отвечать на интеллектуальные вопросы сколько клавиш у пианино 88 клавиш hologram universe model демонстрация голографического 3d кампуса международного университета алато покажи пожалуйста кампус университета показываю вы можете со всех сторон взглянуть на голографическую 3d модель кампуса впервые смоделированную в рамках нашего проекта система хива news позволяет вам посмотреть погоду уточнить время и с легкостью узнать информацию о последних событиях кыргызстана который час 1740 используя современные технологии мы предоставляем инновационный подход для получения информации за короткое время хива голографический интеллектуальный голосовой помощник ваш друг помогающий экономить время вот как вообще продукт реализовался на чем он сделан написан как вы его собрали мы конечно сейчас его пойдем посмотрим но вот чтобы мы понимали вообще из чего он состоит на каких языках написан технологиях и какие дальнейшие планы но сама технический сейчас расскажет мой коллега то есть это же основатель данного стартапа он больше разбирать как раз по технической части а я больше по идее по продвижение по маркетингу по общению по различных конференциях выступаем вот но на данный момент у нас пока он на русском языке и английский внедрён тоже частично и в планах еще сделать на кыргызском языке мы тоже вовлеклись процесс создания модели кыргызского языка мы сейчас над этим тоже работаем так как пока в открытом доступе не существует голосового помощи на кыргызском языке который мы могли бы непосредственно внедрить нашу систему но мы параллельно в этом направлении тоже работаем поэтому мы хотим чтобы это было как минимум на трех языках это русский английский и кыргызский так как у нас международный университет есть студенты из различных стран ну круто круто и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Очень, очень крутая идея. И мы стараемся вот как раз обновлять эту систему, чтобы информация была всегда свежая. Ну круто. Спасибо. Да. Я слушаю. Кто ты? Меня зовут Барсик. А что ты умеешь? Вот что я могу. Как поступить в университет? Для поступления необходимо успешно сдать вступительный экзамен. Результат. Результат должен составлять 60% от общего. Расскажи про факультеты. Вот список факультетов. Факультет гуманитарных наук. Факультет состоит из четырех направлений. Лингвистика, филология, психология и журналистика. Где находится офис проректор по научной работе? Офис проректора Калдебаева-Солидина находится в облоке на третьем этаже. Кабинет 206. Студенческий городок. Показываю. Офис проректора Калдебаев-Солидина. Кабинет 226. Программа с веном веком веке на Чем случае дев at-заголлом машине. Какой номер в бухгалтерии? Номер телефона бухгалтерии 038-335-101. Спасибо тебе большое. Слушай, у меня что-то в зубах застряло. Недолело до смерти. Может, посмотришь. Какой ты веселый. Расскажи стих. Забудь заботы и печали. Учись без цели, наконец, туман. В луговые долины. Навстречу ночи и вне. Это Александр Луков. Может, ты еще и анекдот знаешь? Ну-ка, расскажи анекдот. Пошли лучше ванну. Зачем? Там же офигенно. Объедов от этого. Пожалуйста. Здравствуйте. Я Зухара. Студентка 4-го курса отделения электроники. Не наноэлектроники. Это мой дипломный проект. Автоматический телескоп. То есть, суть его в том, чтобы направлять телескоп на какой-нибудь невестный объект с помощью шаговых двигателей. Это пока что прототип. То есть, он еще не закончен. Как я прошла к этой идее? С самого детства я увлекалась астрономией и хотела соединить свою профессию электроники с астрономией. И этот телескоп, он полностью как бы сделан из подручных средств. Сам телескоп, он сделан из двух сантехнических труб и соединен бумажной трубой. Линзы. Одна линза, она ювелирная, а другая объектив сделан из очковых стекол. И тут большинство деталей также распечатано на 3D-принтере. Главное управление идет из Raspberry. Это мини-компьютер в основном. Можно наблюдать Луну, Марс, любые светлые небесные объекты. Так как этот телескоп имеет очень малую светосилу, из-за очень малого диаметра. Но он имеет очень большое увеличение, стократное увеличение. Конструкция этого телескопа уникальная. Так как полностью придумала его я. Все его детали, они смоделированы. Мною, они уникальные. А вот этот вот сам телескоп, он сделан по инструкции из книги «Самодельный телескоп» из очковых стекол. Как видите, многие здесь детали, они напечатаны на 3D-принтере. Моделировала я их сама и печатала на 3D-принтере. Вот эти вот детали, они как соединители для трипода, для металлических труб. И они соединяют их к основной базе. Вот этот вот, он маленький компьютер, типа маленького компьютера. Он в основном управляет всей электроникой. Программа написана на питоне. И она управляет шаговыми двигателями и принимает значения с датчиков различных. Также мы уже наблюдали Луну с помощью этого телескопа, когда была Суперлуния. Результаты были хорошими. В основном телескоп работает. Есть ли еще какие-то идеи помимо вот именно Хива, правильно? Да, да. Помимо Хива в стенах университета, может, еще какие-то интересные проекты вы сейчас делаете, готовите? Да, мы сейчас делаем проект. Мы еще как бы эту систему сейчас интегрируем на сайты. То есть можно интегрировать систему так же самого Барсика на сайты компании. Барсика. Да, да. Очень мило. Мы его называем Барсиком. Да, и все поэтому, когда про Хива, может быть, не все знают в университете, но когда говорят Барсик, а, это тот Барсик, да, 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 я его знаю. Вот, я с ним общался, все гордо говорят. Вот, мы сейчас тестируем именно для интеграции вот этого технологии на различные сайты компании. Для того, чтобы, например, когда пользователь заходит на сайт компании, не нужно искать информацию, а можно просто голосом спросить, и он выдает голосовый ответ, ту информацию, которую необходимо пользователю.